Гимнасты в советских гимнастерках, обезьяны в форме солдат вермахта, на арене Екатеринбургского цирка звучит салют победы. Новая программа, посвященная юбилею Победы Великой Отечественной. С генерального прогона Светлана Папина. Прямо с лошади она взмывает под купол цирка. За спиной воздушной гимнастки Ларисы Багнасаровой развивается знамя Победы. Лошадь это скорость. Полет наверху это скорость. И то, что я сейчас как бы возношу красное знамя, так немножко символично, это тоже большая гордость. Знамя Победы переходит в руки джигитов. В Екатеринбург приехал легендарный конный цирк Тамерлана Нубзарова. На сцену выйдут 25 лошадей. От некоторых трюков в буквальном смысле замирает сердце. Причем не только у зрителей. Можно просто чуть-чуть расслабиться и попасть уже под кап... Артисты выходят на сцену в советских гимнастерках. Обезьяны в форме солдат вермахта. В цирке готовят программу «Салют Победы». Точно так же цирковые артисты во время войны приезжали на передовую. Гималайские мишки Гоша, Глаша и Груша в составе агитбригады. Зрителям покажут 8 новелл из полевой жизни. В перерывах будут транслировать кадры кинохроники. Прозвучат песни военных лет. Цирковой спектакль «Салют Победы» впервые поставили в 2005 году. Режиссер – директор Екатеринбургского цирка Анатолий Марчевский. Это спектакль, праздничный, большой праздничный спектакль. Мы назвали «Салют Победы». «Салют» – это значит праздник. Это доздраствуют наши дедушки и бабушки, папы и мамы, доздрашивают великий советский народ. Самые любимые желанные артисты на передовой – это были артисты цирка. Премьера в субботу. «Салют Победы» в цирке будет идти до середины мая. Для ветеранов Великой Отечественной выделят бесплатные места в первом ряду. Светлана Папина, Александр Евтеев. Новости 4-го канала.